Награда за активность. Новоуренгойцы проводили зиму народными гуляниями. Напомню, за идею сделать завершение Масленичной недели большим праздником, горожане проголосовали на портале «Живем на севере». Большое угощение с традиционными песнями и хороводами состоялось на городской площади. Вместе с ряженными и скоморохами в атмосферу веселья окунулась и наша съемочная группа. Слово Марии Федорчук. В этом году Масленичная неделя выпала почти на середину февраля, поэтому провожают зиму новоуренгойцы за 10 дней до календарной весны. Несмотря на это, с холодным временем года прощаются, как и положено, со всеми атрибутами, с песнями и плясками. Многолюдные перед сценой. Отсюда раздаются звонкие песни в исполнении коллективов Дворца культуры «Октябрь». Ряженые артисты вводят традиционные хороводы. Песня «Октябрь» В самом центре гуляний развернулась ярмарка. Столы ломятся от блинов, манит запах шашлыка и других угощений. На широкую ногу в расписных платках горожане провожают зиму и готовятся к великому посту. Замечательно, очень весело. Позитив прям лезет и с нас идет. Мы очень довольны. Широко, Масленица широкая к нам пришла. С инициативой завершить Масленичную неделю народными гуляниями выступили сами горожане. Они активно голосовали на портале «Живем на севере». Инициатива вознаграждена. Интересная вещь, что мы сегодня с вами на Масленице, это как раз тот проект, та идея, которая прошла через проект «Живем на севере». Это очень здорово. То есть люди понимают, уренгойцы понимают, ямальцы понимают, что можно предлагать, и это будет реализовано. Сегодня мы уже идем дальше. То есть мы обсуждаем на странице «Живем на севере» и благоустройство, и разные идеи люди предлагают. О том, что Масленица удалась, новоуренгойцы твердят в один голос. Теперь народное гуляние необходимо сделать традицией. Такой вариант, мне кажется, сближает всех нас, горожан, вместе. Поэтому как-то ближе становимся. Встретила очень много знакомых, которых сто лет не видела, даже не подозревала, что здесь как бы очень приятные впечатления. Я думаю, что эта традиция должна у нас продолжаться дальше. Очень замечательно. Давно ждали такого праздника, как бы не было никогда в городе у нас. Давно ждали, и очень понравилось. В завершении Масленичной недели жители города попросили друг у друга прощения. Так православные готовятся встретить Великий пост. Мария Федорчук, Павел Сморовоз, Служба новостей «Импульс». Мария Федорчук, Павел Сморовоз, Служба новостей «Импульс»!